Парабанщики открывали 24 июня 1945 года исторический парад на Красной площади в Москве. Проходят знамённые группы государственного флага Российской Федерации и знамени Победы. Перед трибуной проходят подразделения вооружённых сил Монголии. Монголия с первого дня войны стала надёжным союзником нашей страны. Возглавляет парадный расчёт майор Шара Мунганцух. Торжественным маршем проходит парадный расчёт офицеров 36-й общевойсковой армии. Возглавляет строй подполковник Леонович Юрий Владимирович. Большинство офицеров 36-й армии имеет боевой опыт. Высокий профессионализм и беззаветное служение Родине всегда являлись отличительной чертой русского офицера. Продолжает парадный марш 5-я отдельная гвардейская Тацинская краснознамённая ордена Суворова 2-й степени танковая бригада. Возглавляет парадный строй воинов-танкистов командир прославленного соединения гвардии полковник генерал Денис Александрович. Сменяет воинов-танкистов парадный расчёт 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской краснознамённой ордена Красной Звезды бригады имени Щаденко. Командует парадным расчётом капитан Гурылёв Игорь Николаевич. Мимо трибуны проходят парадный расчёт краснознамённой орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й степени 103-й ракетной бригады. Возглавляет парадный строй полковник Венедиктов Дмитрий Владимирович. Бригада переворожена на новейший ракетный комплекс «Искандер-М». Торжественным маршем перед трибуной проходит парадный расчёт 30-й артиллерийской бригады. В годы войны артиллерию стали заслуженно называть Богом войны. Возглавляет расчёт командир бригады подполковник Сидоренко Олег Михайлович. На главной площади Республики Бурятия парадный расчёт воинов 35-й зенитной ракетной бригады. Возглавляет парадный расчёт начальник штаба бригады подполковник Кузьминков Юрий Сергеевич. На вооружении бригады состоят современные комплексы противовоздушной обороны «Бук-М-2». Парадным строём по площади Совета в Чикане-Шак проходят воины-связисты 75-й бригады управления. Парадный расчёт возглавляет подполковник Бурлаков Алексей Иванович. Бригада управления имеет на вооружении современные образцы цифровой техники связи. Без связи нет управления. Без управления нет побед. Чикане-Шак перед трибунами. Проходит парадный расчёт 26-го полка радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие полка принимали непосредственное участие в борьбе по распространению новой коронавирусной инфекции. Возглавляет парадный расчёт командир полка полковник Смирнов Евгений Геннадьевич. Торжественно марши проходит 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, которая является одним из лучших соединений воздушно-десантных войск. Возглавляет расчёт гвардии подполковник Ласков Виталий Александрович. Воздушно-десантные войска – это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один. Перед трибуной проходят военнослужащие и женщины, которые наравне с мужчинами выполняют нелёгкие задачи военной службы. Возглавляет парадный расчёт капитан Раскурякова Иена Витальевна. К трибуне приближаются воины 102-й отдельной бригады материально-технического обеспечения в оклаве с заместителем командира бригады майором Прокоповым Евгением Викторовичем. Торжественным маршем проходит представитель войск воздушно-космических сил. Командует парадным расчётом подполковник Снабков Валерий Сергеевич. Отдельный командный измерительный комплекс входит в состав уникального соединения Воздушно-космических сил, награждённого Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Октябрьской Революции. Перед трибуной проходит парадный расчёт 11-го Штединского Ордена Красной Звезды Центра Связи специального назначения Федеральной Службы Охраны России. Возглавляет парадный расчёт начальник Центра полковник Данилов Андрей Алексеевич. На главной площади Республики Бурятия парадный расчёт главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Возглавляет парадный расчёт заместитель начальника главного управления полковник Тимофеев Герольд Георгиевич. Сотрудники главного управления достойно выполняют свой долг при тушении пожаров. Их результат – сотни спасенных жизней. Парадным строем проходят представители Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет начальник штаба территориального управления Росгвардии по Республике Бурятия полковник Вертей Алексей Александрович. Перед центральной трибуной площади торжественным маршем проходит сводный парадный расчет представителей Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Возглавляет колонну педагог дополнительного образования Центра допризывной подготовки и патриотического испытания города Ланады, участник боевых действий Сирийской Аравской Республики, подполковник запаса Тырков Дмитрий Анатольевич. В строю парадного расчета команда отряд особого назначения средней общеобразовательной школы номер 8 города Улан-Удэ, победители Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2021». Торжественным маршем по площади Совета Республики Бурятия проходят воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната. Возглавляет колонну офицер-воспитатель подполковник Кашиктуев Батар Георгиевич. Кадеты являются активными участниками республиканских и городских мероприятий, акций. Без них не обходится ни одно важное событие в жизни Республики. Это будущее нашей великой Родины России. История военно-оркестровой службы России насчитывает более трех столетий. Парад Победы на главной площади столицы Республики Бурятия проходит сопровождение сводного оркестра Улан-Уденского военного гарнизона под управлением военного дирижера 5-й отдельной гвардейской танковой бригады гвардии капитана Антона Тударь. В составе сводного оркестра задействованы музыканты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, дирижер гвардии лейтенант Алексей Грицов, 30-й артиллерийской бригады, дирижер старший лейтенант Владислав Самоходкин и 5-й отдельной танковой бригады. Субтитры создавал DimaTorzok